Друзья, всем здравствовать, радоваться и не забыть поздравить друг друга с первым днём июля, месяцем отпусков, хорошего настроения, и да будет нам сопутствовать и погода. Ведь как получается, что всю холодную весну с её ветрами и дождями ждёшь, не дождёшься лета, а лето пришло, и от солнцепёка, ну, не знаешь, куда деться, и уже мечтаешь об осенне и прохладе. А сегодня навернулись на небо тучи, идёт с утра дождь, и всё равно смотришь вверх и ждёшь, когда появится солнце, без всяких на то условий. Ведь так и человечество всегда мечтает о возвращении того золотого века, который остался только в воспоминаниях. Во время мира готовится общество к войне, а во время войны все мечтают о мире и о мире любой ценой. В религиозной мире иудеи ждут прихода Мессии, а христиане – второго пришествия Христа. И те, и другие мечтают о Дне Господнем, в котором им обещается счастье, вечная жизнь. И День Господень ассоциируется в народе как конец света или, по-научному, апокалипсис. Если богословы изучают пророчество Писания, то современный кинематограф быстренько экранизирует изощрённую фантазию сценаристов и режиссёров на эту тему и использует пророчество как золотую жилу, чтобы в конец напугать человечество, лишая его прекрасного будущего. Поэтому человеку не зря даны жизнь, жизненный опыт, ум, глаза и уши, логика и свобода и умение мыслить и выбирать, во что ему верить. А размышлять о жизни можно в любое время, даже когда мы очень заняты. Но для этого нужно иметь основания. Вот этим основанием является Библия, в ней истина, она дана нам от Бога, в ней прошлое, настоящее и будущее. А когда наше сердце и мысли Библии, значит мы с Богом. Так говорит наш духовный наставник. А притчи говорят, во всех путях твоих познавай Бога, и Он направит стези твои. Недавно на семейном обеде, перед чаем, в разговоре, была затронута тема великой скорби. Совсем не кстати. Ну тема-то горячая, особенно в нашу современность. Надо сказать, что на воскресных богослужениях наш духовный наставник богослов, пастор Аббай, из года в год, говоря о скорби, о времени великой скорби перед вторым пришествием Христа, наставляет нас молиться об этом времени уже сейчас. Чтобы это время было коротко. И чтобы все крестьяне устояли и встретили второе пришествие Христа. Чтобы вместе, как Божий народ, жить вечно. Но надо сказать, как говорит пастор Аббай, понять один стих из Библии, надо хорошо знать всю Библию. Толкование этого стиха. Как отцами церкви, так и учеными богословами в разное время. Надо знать и то историческое время, когда оно говорилось с пророками. Поэтому с выводами не надо спешить. Порой замечалось, какой фатальной безысходностью некоторые энтузиасты рассказывают о бедствиях последнего времени, смакуя их, ссылаясь на различные источники, гордые тем, что открывают глаза людям. А люди, особенно если знают Библию по наслышке, то уже начинают думать, что лучше – жить или быстрее умереть ещё до прихода Христа. Время великой скорби. Над этой темой надо размышлять так, как учит нас пастор. И каждое пророчество вдохновляет человека наладить отношения с Богом и идти дальше. Бог всегда говорит, ну, я сделаю с вами то и то и то, но вот если вы покаетесь, я благословлю вас. Поэтому надо размышлять над пророчествами в нашей современности, чтобы они нас не пугали. Наоборот, чтобы они нас бодрили. В этих пророчествах увидеть Бога не как грозного судью, а как любящего Отца, чтобы не паниковать, а жить в спокойствии и радости, что отличает христиан от верующих из других религий. У нас есть надежда. Надежда на Спасителя Христа. Интересно, когда мы говорим о великих скорбях, то можно параллельно вспомнить, как во время гонений первых христиан и их страх перед мученической смертью побеждался верой на скорую встречу с Христом. И люди в пламени костра воспевали Бога и умирали, чтобы нас, христиан, сейчас поддержать и поддержать христиан в последние дни. Это было в истории, это мои свидетели. Когда забивали камнями Стефана, он видел небо, развершими Господа, и для него боль от летящих каменей и знание, что его забьют до смерти, не затмила благодать встречи с Христом и вход в жизнь вечную, обещанную Богом его предкам. Это произошло на глазах апостола Павла, ведь он сам участвовал в гонении и молитва Стефана о милости к убивающим его полностью изменила мышление. Тогда еще Савла. Для чего? Чтобы он принял от Христа новое имя и благословение стать апостолом и язычником, нам с вами. Я верю, что ни одна смерть верующего, смерть за веру в спасение Христа не проходит бесследно. В ней есть та сила Духа, которая переходит от одного поколения к другому. Смерть за Христа, с Христу дается немногим, только избранным, для которых умереть за Господа Христа, честь и благодать. Бог дает каждому человеку свою миссию на земле, которая будет ему по силам, и время, в котором в этой миссии будет нуждаться Божий народ. Будь и то время гонений или благодати. Мне часто говорят мои друзья, Лена, ну не будь такой открытой в своих фильмах. Их смотрят чужие люди, ведь есть доброжелательные, те, которые тебя осудят и будут использовать твою открытость во зло. Я с этим согласна. Но у меня есть миссия любить несогласных с моим мнением и образом жизни. Учиться уважать свободолюбие другого человека. Главное, я верю, что это не кто-нибудь, а сам Бог доверил мне миссию помогать людям познавать Бога, людям мыслящим. Делиться своим жизненным опытом, слабостью, победами. Делиться той благодатью, которую Господь дает мне с избытком. И в этой миссии Господь хранит и моих любимых. И вот сейчас я делюсь с вами размышлением моего духовного наставника. Уже подготовлен ролик, который говорит о знамениях второго пришествия Иисуса. Но я бы хотела вот в этом фильме как бы настроить каждого, кому это интересно, чтобы он тоже поучаствовал в этом общении. Всегда будет трудное время, всегда будет время благодати. Будут обещанные дожди благословений. Когда-то пастор Абай обратил наше внимание на то, что Иисус направлял учеников нести благую весть, говоря, чтобы они ничего не брали с собой, и у них все будет необходимое. Моя мама любила это. Она говорила, вот вы сейчас придете в нашу церковь, услышите Слово Божие, и у вас будет хорошо все с бизнесом, со здоровьем. Но я знаю, что мама ухранил Бог, она всегда к Нему молилась, все слезами на глазах. На каждом событии участвовал Бог. Я даже возмутилась в самом начале, ну почему она обращается к Богу в суе, все время говорит, ой, Господь, помоги мне найти ключи, помоги мне найти то и тё, или помоги вот в этом таком маленьком деле. Я даже сказала, мама, ну Бог — это не дойная корова. И мне мой брат по вере, он сказал, Лена, она обращается к Богу, это приглашение Бога участвовать в её жизни. Вот она смотрела эти программы, когда говорили, мы поверили, и у нас теперь такая жизнь, смотрите, у нас даже есть церкви, самолёты и так далее. Вот я говорила, ты посмотри на апостола Павла, как он ходил. Когда Христос оставлял учеников, но молился, чтобы Бог Отец заботился о них. И он учил, оставляя своих учеников, их быть мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби. И как бы сказала моя мама, чтобы не лезли на рожон. Пастор Рабай рассказал, как в годы войны церковь Кореи разделилась. Японские власти издали приказ, по которому любое богослужение должно было начинаться с тем, чтобы отдавали почесть японскому императору. Одни церкви отказались исполнять приказ со словами «Только Богу мы поклоняемся». Они были гонимы, некоторые отправлены в тюрьмы. В тюрьму многие не дожили до победы. А другие, они отдавали честь японскому царю, благоставляли его по слову Христа, как действующую власть. Наступил мир, а эти церкви долгие годы обвиняли друг друга в том, как они поступили в годы войны. А потом помирились. У каждой церкви была своя миссия, и они обе справились с ней. Поэтому, как говорит наш пастор, любое отношение к вопросу последнего времени правильное, если оно помогает нам не пасть духом, вдохновляет. Откровение Иоанна Богослова должно было сбыться, оно не сбылось, но оно в каждом поколении по-своему сбывается. Там, где сейчас идет война для участников этих военных событий, апокалипсис наступил. С любым народом, как и с любым человеком, происходят какие-то страдания, испытания. Это есть апокалипсис нашего времени, нашего народа, от которого отражаются в каждом из нас. Может быть, в нашей жизни и не наступит пришествие Христа, говорит пастор Абай, но мы уже проходим этот путь страданий заочно, вернее, уже более двух тысяч лет идет репетиция великих испытаний того времени, как был распят Христос. Но всегда хочется знать, когда же наступит конец этим войнам, страданиям, этому нечестию. В Деяниях написано, почему ученики, сойдясь, спрашивали Христа, говоря, «Не в сие ли время Господи восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Иисус сказал же им, «Не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти». Но самое трудное для христиан будет время, когда наступит по пророчествам всеобщий мир, когда все будут накормлены, не будет войн, будет воздвигнут храм, но вся слава за этот мир достанется не Богу. Людям понравится жизнь сытая и мирная, когда нет нужды Бога. Вот в Казахстане в 90-е годы была разрушена структура общества, когда полиция не справлялась с своими функциями, власти были еще слабы, чтобы организовать нормальную жизнь. И тогда в церкви наполнились людьми, потому что единственное, кто давал надежду это был Бог. Люди приходили, молились, прославляли Бога, а когда жизнь наладилась, то они отошли, стали заниматься своей жизнью. И как говорят апостолы, что вы теперь знаете, что будет, берегитесь, не увлекайтесь облуждением беззаконников, чтобы вам не отпасть от утверждения, в котором вы были спасены для вечности. И есть такой наказ апостола Петра. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа и Ему слава ныне и в день вечный. Аминь. Ну вот, с Богом. Завтра будет уже 2 июля. Новый день, новые новости, новые перемены, но нас ждет прекрасная перспектива. Поэтому будем жить, радоваться и познавать Бога.